Хорошо, давайте начинать. Больше ждать не будем. Как я уже говорила раньше, сегодня я хочу с вами поговорить про будущие времена. Многие из вас, изучая английский, слышали, что в английском очень-очень много времен, в том числе будущих. Считается, что в английском языке 4 будущих времени. Но, положа руку на сердце, живя в среде, как вы знаете, я живу в Европе и слышу английский язык везде и всегда, в том числе с мужем мы говорим на английском. На самом деле я слышу, что используется в основном два времени. В основном. Я ни в коем случае не говорю, что два других никогда не используются. Они используются, но крайне редко. Либо это в каких-то фильмах, таких, знаете, английских, старых, либо это в книжках, опять же, в такой классике, да, жанра. То есть это используется, но, скажем так, это не то, что нужно учить на первых порах, это даже не то, что нужно учить на вторых порах. И вообще, в принципе, достаточно, достаточно знать и понимать и научиться употреблять два времени. Это время future simple и время future continuous. Но, как я вам всегда говорю всем своим ученикам, что не надо, вообще не надо запоминать все эти названия трехэтажные, да, непонятные. Нам важно понимать суть, когда и что употребляется. И чтобы это из вас выскакивало. Ну и сегодня мы с вами, собственно, об этих двух временах и поговорим. Опять же, я хочу сказать, что также, когда мы говорим про будущее, очень часто используется фраза going to, как о будущем времени. Но сегодня акцент именно на два основных времени. Вот давайте я вас прошу. Пожалуйста, переведите фразу. Завтра в три часа я пойду, ну, например, на работу. Я пойду на работу завтра в три часа. Пожалуйста, напишите глагол. Завтра в три часа я буду ехать на работу. Или завтра в три часа я буду идти на работу. В английском языке ехать и идти это один глагол. Один. Иностранцам сложно понимать, как это идти, как это ехать, потому что у них еще есть глагол walk, это значит идти пешком. Вот у меня муж, например, изучает русский язык, и он все время говорит там, я иду, я иду. Когда я ему говорю, что, например, там он ведет машину, когда он is driving, да, еще можно сказать, я еду по-русски. Он говорит, еду, это как? Я говорю, ну, когда ты не ногами, а именно вот едешь, да, на поезде на электричке. То есть в русском языке на самом деле у нас сложнее. Но нам легче, потому что сразу из двух глаголов в английском получается один, вообще самый известный глагол go. Итак, я, значит, какое у меня было предложение? Завтра в три часа я пойду на работу. Эта фраза у нас будет в простом будущем времени. Она будет переводиться как I will go to work tomorrow at 3 o'clock. И вторая фраза у нас была, я буду идти или я буду ехать там куда-то-то там в три часа. Я уже сейчас не вспомню, потому что у меня все как обычно экспромтом. Но самое важное это я буду идти или я буду ехать. Это длительность. Соответственно, в английском скажем I will be going. I will be going, I will be driving, если это я буду вести именно машину, да, то есть ехать за рулем, тогда driving. Давайте разбираться. Я хочу, чтобы это вы поняли, потому что это правило легкотня. Время – это вообще одно из самых простейших для понимания правил. Это разница между временами, когда мы говорим о фактах и когда мы говорим о процессе. Итак, будущее время. Факт. Мы с вами используем слово will, которое говорит о будущем времени, и действие. И это на русский язык будет переводиться как я сделаю. Нас здесь с вами не интересует процесс, нас здесь с вами не интересует результат в каком-то времени. Нас здесь просто интересует факт. Я пойду, я сделаю, я скажу, я поглажу, ну и так далее. У кого что-то болит. Процесс. Это когда мы будем совершать какое-то длительное действие в будущем. Я буду идти в три часа на работу. То есть представляем себе, что сейчас у нас три часа, и в этот момент я буду идти. Это процесс. Как образуется это время? Это will be плюс глагол с инговым окончанием. Значит, здесь у нас просто will плюс do, а здесь у нас will be плюс глагол с инговым окончанием. Видно ли вам, ребят? Напишите. Ну, вроде бы видно. Так, давайте сейчас потренируемся на кошках. Я вам буду говорить два, две фразы, два глагола, и вы будете мне сначала писать по-русски. Факт или процесс. Значит, либо буковка F, можно русская, можно английская, факт, либо буковка R, ну или R, result. Давайте потренируемся. У вас будут всегда две буквы. Я вам буду говорить в связке. Номер один. Пойду и буду ехать. Прошли, но давайте затрепим. Пойду и буду ехать. Факт. Ой, какой результат, я прошу прощения. Процесс. Факт и процесс. Процесс. Факт и процесс. Так, Сергей, с вами вынуждены попрощаться. Факт и процесс. Всем, кто только что присоединился, мы проходим разницу будущих времен, когда мы говорим о факте и когда мы говорим о процессе. Я сейчас даю пары фраз, и вам нужно написать. Либо это факт, либо это процесс. В прошлый урок у нас был факт-результат, поэтому я немножко сейчас ошиблась, оговорилась. Идем дальше. Вторая. Ставьте цифры только, чтобы я не путалась. Вторая. Буду смотреть, посмотрю. Хорошо. Буду смотреть, посмотрю. Посмотрю. Факт. Number three. Приготовлю, буду готовить. Приготовлю, буду готовить. Факт, процесс. Понятно ли это? Я сейчас не буду вам продолжать с этим, потому что если вы ухватили суть, тогда сразу перейдем к английскому. Мне сейчас было важно, чтобы вы ухватили это и поняли, когда и что, да, чтобы мы разложили это как два плюс два. Теперь давайте два умножить на два. Если понятно, то, ну, напишите как-то. Плюс там, yes, понятно, clear. Хорошо. Тогда давайте теперь посмотрим на эти предложения уже с английской точки зрения. Я вам говорю фразу, вы переводите, вы можете подсматривать на доску. Number four. Напишу, буду писать. Я. Давайте я. Я напишу, я буду писать. Напишу, буду писать. I will write. Напишу. Это у нас факт. Буду писать. I will be writing. Пожалуйста, пока вы пишете, проговаривайте вслух. Нам сейчас очень важно засунуть эти фразы в голову. Для того, чтобы это сделать, нужно соединить все органы восприятия. Да, то есть это у нас зрение, когда вы пишете и смотрите. Это моторика, что вы работаете рукой. Ну, и это, конечно же, говорение. Когда вы проговариваете, вы еще и слышите. Аудирование. Четыре в одном. Поэтому, вот, проговаривая вслух, вы это лучше и лучше и лучше себе заякоряете в голове. Поэтому, если, например, вы не уверены, когда пишете, тогда ждите, пока я проговорю. Повторяйте за мной. Давайте все вместе. I will write. Я напишу. I will be writing. Я буду писать. Смотрите. Как у нас сокращается будущее длительное время? I will у нас сокращается до I'll и в разговоре тоже. То есть, когда вы слышите луло. I'll, I'll go, I'll do it, I'll be doing that, I'll be ironing, I'll be cooking. Видите, везде там есть у нас ла-ла-ла. Это значит, что это будущее время. В написании это так сокращается. I'll, ну и дальше be плюс being where. Здесь все то же самое. I'll do. Поэтому сейчас старайтесь сокращать и проговаривать сокращенную. Потому что, естественно, в жизни они всегда все сокращают. Как и мы. Number five. Приду, я приду, я буду возвращаться. Я приду, я буду возвращаться. Я приду, я буду возвращаться. Аня, мы сейчас уже пишем перевод. I'll come, I'll be coming. Right. I'll come, I'll be coming. Number six. Мы будем говорить. Мы поговорим. 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 Мы поговорим, мы будем говорить, мы поговорим. We'll be talking или we'll be speaking. И факт we'll talk или we'll speak. В зависимости от серьезности этого разговора. Если мы говорим we'll talk, это значит мы поговорим, поболтаем, поговорим больше в уклон такой неофициальности, что ли. Если вы хотите сказать, что we'll speak about that, тогда we'll be speaking about that, это уже значит что-то такое более серьезное. Например, это работа, это какой-то такой важный разговор, официальный разговор. Это разница между talk and speak. Так, снова меняем задание, теперь я вам задаю вопрос и вам нужно на него отвечать. Отмечайте себе в голове, когда я буду сейчас зачитывать вопрос на английском языке. Какое это время? Факт ли это или процесс? Please answer my questions. Seven, уже седьмое у нас с вами задание. What will you be doing tomorrow at 6 p.m.? What will you be doing tomorrow at 6 p.m.? What will you be doing tomorrow at 6 p.m.? Конечно же, меня здесь интересует процесс. Еще это можно заменить такой фразой, как чем ты будешь заниматься завтра в 6 вечера. p.m. это значит вечером, a.m. это значит утра. Чем ты будешь заниматься? Ну, сам вопрос, чем ты будешь заниматься, он уже в процессе. То есть, меня что интересует, факт или процесс? Меня интересует процесс. То есть, каким процессом ты будешь заниматься завтра в 6. Вера, отвечайте на вопрос, пожалуйста. Я буду убираться в квартире, буду мыть, чистить квартиру tomorrow at 6 p.m. I'll be cooking, да, буду готовить. I'll be swimming, буду плавать. Отлично. Number eight. Where will you go on Sunday? Where will you go on Sunday? Where will you go on Sunday? Здесь что меня волнует, когда я спрашиваю вас об этом? Процесс или факт? Конечно же, меня интересует факт, а именно, куда, куда вы пойдете. Меня не интересует, что вы будете идти там куда-то. Меня интересует, куда вы пойдете. Понимаете вот эту вот суть? Разница между длительным временем и простым, да, между фактом и процессом. Это очень-очень легко. Главное наговорить, натаскать, как я говорю, себя. Потому что репетиторы, на самом деле, они именно этим и занимаются. Они просто вас натаскивают. Хорошо. So, where will you go on Sunday? I'll go to visit my friends. I'll go to visit my husband's parents. Да, я пойду навестить родителей своего мужа. I'll go shopping. Хорошо. I'll go to the bath house. To the spa. Do you mean to the spa on Sunday? Good job. Number nine. What will you be talking about? What will you be talking about? Ну, допустим, with your friend. What will you be talking about with your friend? What will you be talking about with your friend? I'll be talking about my husband. I'll be talking about kids. I'll be talking about my holidays. I'll be talking about English classes. Опять же, что нас здесь интересует? Факт или процесс? Нас здесь интересует процесс. О чем ты будешь говорить? Я буду говорить о том-то, о том-то. About traveling with my friend. Yes. И последний вопрос для вас. What will you cook tonight? What will you cook tonight? I'll cook. I'll cook soup. I'll cook fish. I'll cook a cake. Ну, cake скорее bake или make. I'll make a cake. I'll bake a cake. I'll cook this chicken. I'll cook dinner. Отлично. Наталья. Супер, да, предложение. I'll cook dinner. Это вообще прям идеально, куда все подходит. Я приготовлю ужин. I'll cook dinner. Супер. Хорошо. Have a great evening and hope to see you very soon. Hope to see you on Monday. Bye-bye. And thanks for sharing. Спасибо тем, кто поделился этим видео. Вы очень мне помогаете этим. Thank you. Bye-bye.